15 ноября началось плетение первой сети, а сейчас на сегодняшний день сеть номер 117. Это только в штабе Ассоль. На деревянном каркасе, установленном тогда же в ноябре 2022 года, исплели больше сотни сетей. В то время использовали ветошь, ткань, которую приносили люди. Учились сами и помогали другим освоить плетение маскировочных укрытий. Недавно волонтеры штаба в кафе Ассоль перешли на спонбонд. Материал перекочевал с полей огородников на поля сражений. Его используют садоводы для защиты урожая. Теперь им укрывают своих солдат от вражеских глаз. Договорились с производителями, что нам эту спонбонд сделали определенного цвета. То есть одна сторона у него коричная, другая зеленая. То есть когда навязывается этот материал, получается естественный фон природы. Из большого рулона в 300 метров нарезают узкие полоски, прорезают поперек, а рукодельницы вплетают ткань в основу сети. Недавно волонтеров попросили сделать срочный заказ. Спецназ к нам обратился с помощью сплести под их технику сети специального размера 5х5. Заказ был очень срочный, но мы справились. Мы буквально за сутки сплели сеть 5х5. Как говорится, работали до ночи. И вот в благодарность нам прислали мешок с сетями. Алсу благодарит команду активистов, которые в любую погоду приходят в штаб, как на работу. С момента его возникновения не было дня, когда он пустовал. К направлению маск-сетей добавился сбор гуманитарного груза. С февральской отправкой солдатам передали тепловизоры. Мобилизованные ребята очень благодарны, что их не бросают, что их не забывают. Что мы не просто живем своей обычной жизнью, что мы помним о них. Мы благодарны всем, кто оказывает помощь бойцам и гуманитарной помощью и деньгами. То есть только на деньги мы можем купить то, что очень необходимо. Ребята назвали тепловизоры «Ночные глазки». Впервые собрали и доставили вещи и игрушки в Луганский детский дом. На днях отгрузили вторую партию груза для детей. Ответной весточкой из Луганска пришло благодарственное письмо волонтерам, которое вместе с фото бойцов заняло свое место на стене в штабе. Как-то волонтеры плели сети под песню «Катюша». Теперь одноименный персонаж считается символом активистов. У нас здесь тематика такая. Я шила в военной форме со знаком отличия. И вот это символ того, что у нас здесь вяжутся для снайперов костюмы. Многие из волонтеров – сотрудники городского парка. Двое их коллег сейчас находятся в зоне СВО. Женщины постоянно переживают за бойцов. И в таких маленьких, но важных символах своего дела – победы, находят вдохновение. Флажок победы. 9 мая – это наш святой праздник. Мы надеемся, что так же, как и 9 мая 45-го года, мы победили фашизм, так же мы победим нацизм. Появился у группы свой логотип – земля, укутанная масксетями, а над ней руки бойца и волонтера, как нерушимый символ того, что своих не бросают. Весь гуманитарный груз, собранный в Ассоль, отправился в разные концы. Полевые госпитали, расположение солдат и гражданские. Работа не останавливается, а волонтеры готовы к новому поступлению. Необходимы продукты – постельное и нательное белье, медикаменты. Полная информация размещена в телеграм-канале активистов. Киркот для перехода вы видите на экране.